Мне кажется, сейчас каждый блогер может купить себе такую машину Инвестор, крипта, йоу, телеграм-канал, заходи сюда Я кортавый курю кальян Что это за колхозница такая? Я не идеальна, не смотрите на меня, я не пример никакой Ты тот самый мужик, который запрещал выкладывать отнаженные фото в инстаграм, а потом сам это все монетизирует Знаешь, что у меня хорошо за... ну как бы тоже вот... Рот, я уже понял, уже третий ребенок, он отлично заходит О, надо опять забеременеть Вообще, хейтер это самый преданный фанат Когда у меня была первая беременность, я считаю, все прошляпило Потому что, ну тогда не было сторис, ничего Я все прошляпила Форбс дайджест Привет, друзья, это Форбс дайджест И сегодня мы расскажем вам о современной сказке О том, как девушка из Тольятти стала миллионершей благодаря инстаграму У нее более 10 миллионов поклонников И она вошла в один из рейтингов Форбс Интригует! Валерия Чекалина, бьюти-блогер, создательница косметической марки Летик С недавних пор актриса сериалов и телеведущая Одна из самых сильных игроков на российском рынке инстамамочек Ее аккаунт насчитывает 11 миллионов подписчиков Основную часть постов посвящает семье, воспитанию детей, спорту и здоровому образу жизни Лерчик постоянно что-то разыгрывает Машины, айфоны, деньги и даже квартира уже была Понятно, что по сравнению с ее доходами Квартира это капля в море инстаграмных миллионов Лера регулярно участвует в гибах и продвигает свой аккаунт Это приносит ей огромный трафик Фото в ленте Чекалины часто снимаются как обложки глянцевых журналов С серьезным продакшеном Вот фото под водой, а вот и кадры с огнем Постоянно необычные локации и сложные задумки Чекалина взрастила и воспитала блогеров почти из всех членов своей семьи Она мечтает переплюнуть амбассадора в жизни на показ Клан Кардашьян только в России У ее мужа Артема уже 4,2 миллиона подписчиков Именно он в бизнесе под названием инстаграмный клан Чекалиных Отвечает за то, чтобы дебет бился с кредитом Косметический конвейер работал Налоги платились, бухучет ввелся, товар продавался А доходы росли многократно Самая главная часть дохода – косметика Выручка с продажей Литик за 21 год составила более 3 миллиардов рублей Затем идут марафоны и немного курсов Куда же без них Продажи косметики в основном онлайн Но есть у Читы Чекалиных и островки в торговых центрах На момент монтажа этого ролика 90 островков по всей стране Из них большинство – 54 собственные Остальное – франшизные точки Собственного производства у ребят нет Работают с крупнейшими контрактными производствами России По своей рецептуре и со своим дизайном Лерчик своей подругой называет Елену Блиновскую В народе – королеву инфо-цыган В 2020 году Форб составил рейтинг российских блогеров Которые зарабатывают больше всех в инстаграме Чекалина в нем заняла седьмое место с доходом 610 тысяч долларов С продажи рекламы И реклама, как вы поняли, вообще не основной доход семейства Пойдемте знакомиться Вера, привет! Привет! На каком ты месяце беременна сейчас? Начался пятый Ну ты читерша Идти на деловое интервью в положении к мужчине Чтобы ему было неловко задавать острые вопросы Так со мной не поступал никто И когда началось твое предпринимательство? Я смотрел у тебя в прошлом интервью, что ты продавала на рынке лук Да, такое тоже было А предпринимательство, наверное, началось, когда началась реклама в блоге И я открыла свое ИП Принимала платежи на, соответственно, на ИП За рекламные услуги брендам и просто инстаграмным магазинам Вы же как раз та самая семья, где мужик говорил никаких фоток, никаких поп в инстаграме И у меня же и вся семья против была И родители очень скрытные были Сейчас они, папа, у меня папа нету И я папой просто называю папу Артема И папа у меня теперь интервью дает в сторис И шуточки там какие-то, мочит все дела А до этого они, конечно, были очень сильные А, то есть он сам себя почувствовал персонаж папа Веры Ты не выгорела? Сколько ты уже ведешь свой блог? Если говорить о серьезном ведении блога То это 7 лет, 6,5, наверное, где-то так Вот знаешь, есть такая теория, что каждые 7 лет Человеку неплохо бы менять вид деятельности Ну, потому что... Но я этим и занимаюсь, я постоянно что-то новое Я понимаю, но ты не заложница своего блога Тем более ты втягиваешь туда все больше и больше людей, с которыми ты живешь Ну, то есть не стирается ли грань между личным и публичным? В личном второй год, но я же не транслирую Я готовлю, я мама, я муж Нет, можем поменяться, я как раз... Все, пришла, да? А я буду жить с Артемом и воспитывать ваших детей Я готов, я готов Наверное, я просто это люблю, это как часть моей жизни, да? И нет, мне это не надоело Я даже не могу представить, что мне это надоест Вот возьмет и надоест Чаще всего у меня есть такие знакомые, друзья-блогеры Которые говорят, я устала, я выгорела, я больше не могу, мне нужен отдых Чаще всего они начинали блог с целью заработать Потому что, ага, Инстаграм, площадка новая, деньги, причем легкие, быстрые, сразу много А почему бы я и не пойду туда? А те, кто действительно шел не с целью заработать, а просто так получилось Просто человек вел блог, кайфовал И тут бац, ничего себе, тут еще можно заработать Вот такие истории, наверное, живут много-много лет Ты пришла вот в блогинг от проблем в личной жизни, насколько я понимаю Да, мне было, у меня, хоть я и отрицала, но у меня, наверное, была послеродовая депрессия Если это можно так сказать Артем потерял свой бизнес тогда И никакой поддержки я ни от кого не чувствовала А тут еще двое детей Непонятно, как растить, воспитывать, что с ними делать Я начала вот так вот активно прям вести блог, ограничивая свой контент Чтобы это, так скажем, родители одобрили, муж одобрил Я не с самого начала показала вообще свой беременный живот Мне практически надо было рожать, он мне тогда разрешил только живот показать Я начала, получается, рассказывать о подгузниках Ну, о чем вот, мамский блог, да, о том, как зубы лечить Как вот это вот все, начала, начала, начала Потом перешла немножко в тему фитнеса Потому что все спрашивали, как восстановить фигуру после родов И вот осталась, наверное, в этой тематике А что ты так со скепсисом к мамским блогам? По-моему, мамские блоги – это вообще самые прибыльные блоги А, да, потому что там самая лояльная аудитория Я имею в виду, знаешь, вот мамский блог есть два типа И вот первый тип Лакшери мама и мама, которая ноет На самом деле, вот мам, которых ноет, уже таких не осталось практически Я, наверное, первой такой начала быть, которая говорила Ну, не кормлю, но не получилось Я, наверное, первой начала такое выкладывать, делать, говорить, что у меня няня Раньше нельзя было говорить, не дай бог ты скажешь, что у тебя няня Ты же станешь самой плохой матерью Я, наверное, перешла как раз вот из таких «я ж мать» в нормальный человеческий блог То есть твой успех, наверное, вот в том, что ты одна из первых Это сделала вот тренд вот на эту честность Да, когда ты честен, откровенен с девчонками, с мамочками, которые тебя смотрят Мне кажется, это наоборот притягивает Чем ты вся такая идеальная Смотри, Лер, мы уже месяц назад начали с тобой договариваться об этом интервью Я фиксировал твоих подписчиков, отслеживал Да Они у тебя, не сказать, что растут, бывают даже откаты Как сейчас, в 2021 году, качать инстаграм? Потому что он уже, очевидно, как вот когда ты начинала, так не летит Что делать? Только искать инвестора, спонсора, участвовать в гивах Как это делать? Самое печальное, что гивы сейчас тоже не заходят Наверное, доверие упало у людей и, может быть, от выросшей конкуренции И из-за этого сейчас сложно набрать подписчика, особенно качественную аудиторию Личная реклама у блогеров тоже уже так не качает, ее мало кто берет Гивы тоже, круги тоже умерли Остается, наверное, какие-то личные коллаборации И сейчас качают рилсы Вот рилсы, хотя бы они залетают Ты чувствуешь, что ты заложница вот этих больших систем? Потому что алгоритмы поменяли Вот сейчас инстаграм перестанет тебя двигать вперед Страшно? Нет, не страшно У меня есть моя аудитория И я знаю, как держать активность такую высокую на протяжении Несколько, 5-6 лет, да, я держу такую высокую достаточно активность Я хожу, раньше входила там в топ-25 российских блогеров В топ-10, сейчас я хожу в топ-5-3 в зависимости от недели Рейтинг постоянно меняется Давай по-честному, вот у меня есть много подруг-блогеров Держать активность, они говорят Можно перефразировать, выставить себя там голым Нет, это уже не работает Не работает Не, нет, это уже давно не работает Что сейчас работает? Мне кажется, сейчас и продвижение тоже не работает Очень дорого Ты про кнопочку продвигать про таргет? Да, да, про таргет Мне кажется, тоже уже не так Особенно большой блок На маленький еще может быть Работают, наверное, эмоции В принципе, что и работало всегда Ты должен вызвать у человека любую эмоцию Например, ты его чем-то заинтересовал Ты его заинтриговал Либо ты его даже расстроил Ты вызвал сочувствие Ты вызвал радость А это уже можно делать по-разному Я ничего, в принципе, не придумываю Я живу своей жизнью И что-то цепляет людей Не знаю, те же самые Например, подарок папе Артем хотел подарить ему роликсы И вот он исполнил свою мечту И, соответственно, сделал папе приятно Это зацепило людей, например Что мы этим транслируем? Ну, во-первых, что нужно любить своих родителей И оценить их И делать им, если у тебя есть возможность Подарки, благодарить И, в принципе, хорошо зарабатывать И эти деньги тратить во благо Тут вот такой вот есть важный момент Важный момент Смотри, Лер, если бы вы подарили Не роликсы, а что-нибудь Там, я не знаю, книгу Или там еще что-нибудь Ну, инстаграм бы это не заценил Все-таки заходит Вот заходит лаксери лайфстайл Вы выставляете Вот у тебя такие кадры Просто обалдеть Ну, то есть И это всегда либо что-то... Ты закладочки давай? Конечно Это что-то супер нереальное Либо это джет какой-нибудь Либо это обязательно ламбаргини Да, удивление, удивление То есть надо шокировать Шокировать, да Чем-то обычным Я люблю свою маму Выставить с ней фото Но это зайдет, но не так, как Я подарил маме супер-пуперкар И все такие А-а-а И это работает у всех блогеров Уже, по-моему, все блогеры Подарили родителям машину А знаешь, что у меня хорошо Ну, как бы тоже вот ты говоришь Рода, я уже понял Уже третий ребенок Он отлично заходит Но нет, у меня только... Кстати, на самом деле Часто вот реально ведь Что дает активность мама? Это Привет, я беременна Привет, я родила там И вот у меня такой классный Малыш Потом активность падает И такие О, надо опять забеременеть Вот Ты по этому принципу это делала? Смотри, на самом деле Когда у меня была первая беременность Я считаю, все прошляпило Потому что Ну, тогда не было сторис Ничего Я даже активности за это не смогла Даже бэби-шаула Не было Угадайте, кто у меня мальчик или девочка Понимаешь? Я все Прошляпила У меня есть подруга беременная И она говорит Я не... А у нее маленький блок И она говорит Я не буду делать бэби-шаула Говорит Ты чего? Ты должна делать бэби-шаула Она говорит Ну, значит, я расскажу всем, что я беременна И покажу бэби-шаула Говорю Нет Первое Ты говоришь Я беременна Второе Ты говоришь Угадайте, кто мальчик или девочка Через недельку Ну, нет, через месяц Угадай, кто Мальчик или девочка Потом следующий пост у нас там мальчик или девочка потом пост ведь а нет еще угадай срок беременность я пропустил и дорожная карта я залетела 9 месяцев здесь пост этот я родила потом имя нельзя сразу говорить тоже через месяц тоже узнают пусть будет активность огонечки вот это все но я еще ни разу так не делал 11 утра 100 километров от москвы минус 10 снегопад мы приехали на гендер party к лерчику и артему обычных людей гендер party это модный праздник где узнают пол будущего ребенка лопают шарик или разрезают торт по начинке понимая кто все-таки родится но лерчик действует с размахом и сего делает инфоповод сзади меня должен был быть самолет но из-за погодных условий не случилось лерчик не растерялась и заказала вертолет лер вот скажи насколько ты по контент плану растянешь сегодняшние события уже все выложила знаешь почему можно было конечно сделать черное белое видео или обрывающиеся видео мы такие там что-то летит и такой бац и чебе и все подписчики ждут 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 а мы такие хрясо там черно-белое видео или обрываешь видео а потом говоришь так два дня потерпите три дня и там охваты все растут и потом бац еще но честно говоря хотела потерпеть до вечера чтобы точно сесть спокойно демонтировать но не смогла я уже выложил потому что кто-то из тех кто здесь работает а кто присутствовал и не знаю они взяли зачем-то выложили уже видео а тут и было какое-то предупреждение всем вот и табличка висела все ребята в логе они все знают понимает никто ничего не выложил а вот кто здесь работает они нам подкакали я со стороны заметил что ты все-таки проживала этот момент все-таки не было такого что вокруг тебя было сто помощников и которые говорят так снимай меня здесь снимай мне там на команду вот сколько вообще сколько у вас тут человек вот фотографов только человек 10 наверное ну вот а я знала что у меня есть вот мои люди вот моя команда которого точно сфотографируют и точно где-то нажмет на кнопку видео они скажут ой у меня не нажал и я вообще расслабилась а я наверное думала только о том не знаю чем я думала я ничем не думал мне просто такой вот был знаешь туман спорт дайджест лер как ты думаешь хороший блогер может полететь частным бортом не выставив это в инстаграм хороший блогер хорошего я обязательно должен то сделать выставить показать обязательно фотку джета вот почему это так знаешь я никогда это не показываю что посмотрите какая крутая сижу тут на джете все дела и вообще когда зашел в джет я расплакалась потому что во первых сестер десы были такие типа знаешь все же такие я как я на рутковской можно показать о я крутой там миллионер и это больше наверное подойдет для ребят у которых в шапке профиль написанная инвестор крипто а ссылка на мою телегу в шапке про они сразу вызывают какое-то недоверие какой-то дводняк вот я просто знаю кучу реальных там миллиардеров них мало у кого есть инстаграм и они точно я у моего джета но только тинькофф так постил но он купил реально себе самолет тут уж можно сказать что я купил себе самолет а вот эти вот все способы они как бы нацелены на то чтобы создать нереально сочную крутую картинку идеальной жизни согласно это мы с тобой понимаем что это развод я тоже например к такому а подписчики не некоторые люди верят к сожалению да еще они верят быстрые деньги они верят в ставки они верят еще но ты же принимаешь в этом участие лера я почему нет нет и нет ни разу жизни не рекламировала не ставки ничего подобное вообще ни разу мы всегда держимся от этого подальше то есть у тебя есть какие-то запретные островки с чем ты не будешь сотрудничать никакие я не рекламировала никогда никакие пирамиды там организации вообще любых людей занимающихся финансами личные блоги я никогда а вот гивы тоже такая история эти гивы я участвовал гиви это очень похоже на накрутку вот каких-то людей вот кто приходит на гивы люди которые хотят что-то бесплатно получить да то есть это те самые люди которые на кассе покупают лотерейные билетики те кто верит халяву вот приходит аудитория таких халявщиков потом с гивом они уходят и инстаграм видят что к тебе пришла аудитория потом она резко от тебя ушла и статистика скакнула статистика упала ты попал в какой-то теневой там бан не бан это же обман людей вот там моргенштерн ты говорят в к вам придется живая пупер ну хорошо люди то думают что она с ними останется это будет их аудитория это нормально чтобы блогеры говорят что к вам придет супер классная аудитория у вас будут мои подписчики но никто не говорит даже мелким шрифтом но потом они все уйдут потому что это тебя это все зависит только от тебя у меня тоже дивная аудитория ничего у меня же по миллиону лайков по миллиону лайков посты собирают ты перестала продавать рекламу да ты думаешь что люди как-то правда тебя пишется с и будешь рекламу продавать нет это не из-за людей они не отписываются потому что они знают что я если если я и делаю делаю рекламу то я советую только точно то что нужно то что классно то что качество то что работает дать то чем сама там пользуюсь было время я же рекламировала там платье если там мне прислать там какие-то кривые косые швы игру до свидания это брать не буду деньги возвращаю там в таком духе плюс я там прошу заранее дать мне доступ если какой-то курс пройти его посмотреть там самой прежде чем советовать и в момент было очень сложно отказаться потому что это деньги здесь сейчас тебе говорят держи миллион рублей покажи там stories нашу не знаю там развивашку для детей или такая думаешь миллион рублей хорошая развивашка почему бы и нет и мне тут супруг говорит ты очень мало времени стала посвящать лети к компании на работу редко заезжаешь не успеваешь с тестом продукции мне там говорят на работе ой мы леру ждем и леру ждем и что такое говорю я очень устаю на рекламе потому что я ее делаю хорошо качественно он говорит давай откажемся от рекламы ты будешь заниматься своим и это будет игра в долгую но у нас уже тогда достаток было миллионов 5 там 7 рублей в месяц и вот тогда наверное мы отказались и поняли что лучше все-таки работать на себя и в будущем это принесет больше денег спортс дайджест сколько сейчас у вас таких точек 89 по моему они одинаковые все или вот вы нас привели они бывают они все одинаковые бывают двух форматах белые либо такие нашего цвета то есть когда мой пакет франшизный правильно франшизный пакет формировали мы сразу концепцию островка было отрисовано было изготовители этих островков и мы обязывали наших франшизе соответственно заказывает только тут поэтому они все типовые все одинаковые единственное отличие иногда он белый когда торговый центр категорически зал лаконичный стиль а что нужно что нужно чтобы купить у вас франшизу сколько денег какие я не знаю честно сказать мы сейчас вообще не развиваем это направление то есть абсолютно его не пиарим то есть поначалу мы такие думали сейчас там сделаем всей франшизы потом мы поняли то что там бывают люди с которыми трудно работать и легче самим развиваться чем вот какие-то нервотрепку и так далее и тому подобное и буст хорошие но последние там два года мы вообще почти не продаем франшизы еще до пандемии мы перестали продавать нас так она стоила начинали девятьсот девяносто тысяч а потом сделали миллион сто девяносто артем ты помнишь ваш первый островок как это конечно его помнишь да это то есть мы вообще нас у нас никогда не было код офлайн бизнеса никогда не было никаких франшиз то есть это было просто абсолютно новое измерение то есть поначалу мы там ходили звонили в разные торговые центры нас особо никто не хотел слушать а вы где-нибудь еще стоите и так далее и тому подобное у нас получилось договориться только с одним торговым центром это райкин плаза был ну я думаю что какая-то типа ерунда где-то там такой не самый топовый торговый центр получается мы открылись там 1 апреля с тех пор мы говорим что дуракам везет вот и вот наш первый островок мы его отбили за две недели или за три ничего себе как бы за то есть у нас там выручку была первый месяц по моему два с половиной миллиона рублей то есть там аренды где-то там 1200 рублей зарплату у нас сотрудники получают полторы тысячи за выход 10 процентов продажи ну и остальное там себестоимость нам остается вот и потом второй месяц мы также отбили потом третий месяц нас тоже там оборотом 2 миллиона с лишним думаю все мы продали первую франшизу санкт-петербург торговый центр континент был ну такой прям вообще максимально скажем так несовременный старый торговый центр спальном районе на окраине питера и продали саратов торговый центр happy mall санкт-петербург у нас отбился где-то наверное месяцев за восемь но потом она с нами еще поработала наверное полгода и мы у нее выкупили точку то есть она сказала что это неинтересно потому что там женщина сама живет в москве как бы бизнес питере а москва у нас только наши магазины всегда были вот и поэтому как бы у нее забрали а вот саратов нам там не повезло своем чизе что-то там у него постоянно какие-то там проблемы там туда-сюда короче не хватало денег даже закупить товары и на островок остров стоял пустой выручки нету короче это был первый остров который у нас как так это же для вашего бренда плохо когда стоит пустой стоит еще не честно что мне так там телевизор и кто-то не стоит код провода торчат у кого-то пьяные выходят но извиняюсь там нетрезвое состояние девчонки которые стоят на островках разное бывает и это все очень сильно ударяет по бренду в общем все же думают что популярный instagram лерчика это чит-код какой-то который просто как золотой рок оттуда на следующий следующий этап был то что допустим нас появляется франшизе допустим там условно город Владивосток мы сами ребята с офиса там выбираем какие есть топовые торговые центры плюс еще я спрашивал подписчиков всегда куда вы ходите и мы делали голосование в инстаграме каком торговом центре вы бы хотели нас видеть то это первый этап был и второй этап уже франшизе который хочет купить мы говорили мы типа тебе разрешим открыться в этом торговом центре типа иди место выбивай и он потом шел в торговый центр у нас там есть технологии как мы там высчитываем поток людей там делим это там на выручку на покупает ручку чтобы понять будет оккупации не будет это место вот давали ему там все эти методы они там шли высчитывали первый либо второй этаж и открывались только то есть только такая степень контроля потому что с нас спрос двойной то есть допустим если человек купит там вот любого этого магазина франшизу и что-то у него не получится он не знает кто хозяин он не знает кто за этим стоит но он напишет письмо там в эту компанию скажет вот у меня не получилось а с нас ты спроса очень совет поэтому тем кто франшизы будет покупать обязательно работать своими франчизе также обязательно контролировать потому что любые их ошибки скажутся на лице и на имиджи твоего бренда дайджест сколько требовалось денег на старте для открытия летик для для бренда вот потому что звучит как 100 миллионов долларов очень дорого около трех миллионов три миллиона рублей стоит сделать свою косметику но да не то что там прям своя косметика у нас там была ограниченная партия а косметики какая маржинальность один к одному или больше секрет фирмы секрет коммерческой тайны но я могу ответить так что допустим вот на marketplace их есть косметика который допустим делаю с нами схожий продукт то есть у них там типа скраб обертывания да у них там цена там типа 300 рублей 400 рублей но то есть если допустим из этой цены из их вычесть там сколько с ней берут за доставку там туда-сюда то сумма которая остается она даже не покрывает нашу себестоимость я не знаю как они там делают ну то есть там какой-то странный товар продается то есть на моя нормальный товар там за там 250 300 рублей не сделаешь что только косметика да то есть там есть какая-то основа массы и активные компоненты да вот эти активные компоненты они стоят денег то есть основа массы не стоит также есть упаковка да вот и зависимости от того срок ты положил актива там идет цена то есть мы нормально кладем щедро то есть нас реально работающая косметика есть косметика где просто основу идет и отдушка и там пишут что там кучу разных там не знает там супер каких-то масел а там капают по там 0 1 процент вот там ничего не стоит пуша висит ты в этом разбирался изначально косметика не косметика нет да то есть и просто вот с нуля вообще начал этом разбираться вообще с нуля но помимо меня у нас есть партнер роман то есть мы с ним вместе в этом бизнесе всегда мы с ним начали вместе с фитнес-марафона и потом начали с ним делать вместе косметику а можешь вот в процентном соотношении сказать что такое семья бизнес семьи чекалинах там условно говоря 30 процентов это 20 это 10 кого вообще косметика это вообще основа это сердце ядро потому что что только летит да то есть фитнес-марафон это он даем косметику то есть не было бы летит мы бы не давали косметику фитнес-марафоне как бы у нас так не рос что такое денежный марафон он основан на том опыте который у нас есть опыт который люди видят это опять косметика летит как наша компания то что у нас есть там 89 магазинов есть там выручка который можно там раз в год проверить на сайте как ну что она настоящая поэтому все держится только вот на летике у нас первый год было миллионов 60 по моему мы запустились в июле выручка до новому году до 60 миллионов 64 помощи такое потом девятнадцатый год там было 300 миллионов там 290 чем-то двадцатый год мы сделали 1 8 миллиарда то есть поскольку там почти в 10 раз офиге да и это без магазинов то есть только вот онлайн и магазин это миллион 300 еще сетях торговых вы не стоит не нигде не стоим вот и вот 21 мы идем где-то на ты с половиной может чуть больше а что самое маржинальное всех этих направлений курса наверное все таки тоже какие-то сумасшедшие на них деньги делают эти денежные марафоны марафоны желаний марафоны чего-то еще там маржинальность какая 500 процентов 1000 процентов 2 знаете сложно ответить потому что допустим вот взять фитнес-марафон у нас там косметика идет и доставка вот по россии казахстан и беларусь там в любом городе где ты находишься то есть ладно там в москве она стоит там не обходится там не знаю там 300-400 рублей 1 бывает такое что закажут там куда-нибудь ямал-ненецкий автономный округ там полторы тысячи доставка стоит вот и поэтому там маржинальность так прыгает плюс команда большая трудится плюс там продакшен там ролики постоянно дорогие то есть не прям такое что там тысячу процентов зарабатываем мне один менеджер таких курсов которые их упаковывают находит экспертов занимается организации для блогеров рассказывал что у аналогичные по аудитории примерно блогерша в казахстане они потратили на курс примерно 25-30 миллионов упаковка боты вот это вот все платформа затраты выручили более 250 миллионов но такой бизнес сейчас вот на фруктах ни на чем я не знаю на чем-то легальном не сделаешь я не знаю что это за блогер точнее я знаю возможно что это за блогер и короче там насколько я знаю там меньше была выручка гораздо в разы чем 250 просто люди любят говорить что вот там он там 500 миллионов зарабатывает таких цифр как бы близко нет ни у кого вот эти курсы мотивирующие да они говорят рви делай пробуй пытайся пытайся и ты сам говоришь что пришел чистым с верой в правду что я все настрою все будет классно работать вот это не обман я могу сказать про наш про наши курсы я не могу сказать про чужие потому что я часто давай расскажи про ваши и про массы я честно не проходил вообще ни один курс не проходил вот своим друзьям ты можешь это посоветовать пацаны такой марафон желаний прошел у нас подруга есть она крестная наших детей рита и она я помню мы еще жили на съемной квартире с лерой помнишь ли она приезжала и надо было чтобы с детьми шарики запустить я тогда что на свет смотрел думаю что это вообще такое для меня тогда это казалось дико но как бы что такое марафон да там то есть это не то что ты там загадал типа и сидишь вот так вот типа ждешь там блин я от загадал сейчас там сбудется да ну это просто для человека лены отменят меня что вселенная и я не проходил то есть я так со стороны говорю я не знаю как там что это устроено вот прям реально то просто вот она реально не устало все хорошо то есть как она хотела я не знаю что там она загадывала как она там делала но этот конкретный человек которого я знаю самый лучший месяц ваш можешь вспомнить ну-ка самый лучший месяц каждый год декабрь и это не так во многих бизнесах насколько вы тогда сделали за декабрь не могу сказать то есть это несколько миллионов долларов да наверное наверное как ты думаешь почему вас так все пытаются уличить в том что у вас не собственный забот а я не знаю почему они думают что это плохо ну то есть ну и что что не я не скрывают из никогда не скрывала ни разу я не говорил что это наш завод наши производства я всегда говорила что мы делаемся на контрактное производстве причем разные средства делаются на разных контрактных производствах те кто больше специализируется по лицу мы там делаем лицо к те кто хорошо делает шампуни те шампуни как в других компаниях не знаю ты относишь свою косметику к масс-маркету но маркет но это получается что такое масс-маркет это терочка это масс-маркет азбука вкуса это менее масс-маркет я себя отношу где-то посередине наверное все таки не масса market но я продукции все-таки не стоит знаешь 300 400 рублей обычно вот в сегменте масс-маркета косметика там а цена 300 рублей там 390 не выше 500 у меня косметика начинается ну средняя цена это 990 рублей вот я сравнивал цены за цену которую можно купить там твою мицеллярную воду можно купить виши условно говоря у которых свое производство огромный французский завод но они такую стоимость дадут дают и за счет того что у них себестоимость низкая потому что у них большие объем а ты за что просишь такие деньги за звездный свой бренд нет за качество хорошее качество мне говорят что у нас в россии невозможно делать премиальную косметику нет таких заводов надо его только строить самому а это колоссальные деньги вложения проще прийти на эту же фабрику взять свою классную аудиторию активно выбрать свой колпачок цвет дизайн можно даже форму выбрать если еще сверху заплатить но сырье в любом случае такое 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 смотри у нас например есть производство где под нас заказывают ингредиенты с европы то есть например я говорю я хочу стимулятор роста ресниц нам делает один завод в россии находится да он привозит я начинаю тестить понимаю что ресницы от этого не растут то есть прошло неделя две-три у меня ничего не растет девочкам другим которым я еще раз дала питер ему нет их тоже не растут ресницы игру нет мне это не нравится игра дайте на другое контрактное производство они говорят да подали надо подождать 2 месяц только как только для того чтобы мы это сделали вам первый пробник потому что мы должны заказать ингредиенты со европы это знаешь кто как относится у меня просто очень замороченный подход я в этом плане прям ну я этим живу мне это нравится я прям за качество прям всеми зубами не знаю там когда стоит выбор положите вот это а это стоит 30 рублей или положить вот это а это стоит от 55 рублей но это лучше потому-то потому-то я всегда выбираю что стоит 55 рублей наверное неправильно делаю уменьшая тем самым а свою прибыль до маржу но я по-другому не могу наверное потому что у меня есть лицо и мне потом подписчик напишет в директ ах плохое вы продаетесь в торговых сетях или как вы не у нас получается 89 островков по россии казахстану и белоруссии она больше конечно мы торгуем онлайн почему мы не продаем сетях да зачем мы лучше так наверное больше заработаем онлайном свои когда вы строили бизнес мы такие булки вы такие нам нужны магазины нам нужны островки нам нужен оффлайн нам нужен торговый центр и мы короче все качали на оффлайн когда мы говорили что у нас онлайн магазин нас никто не воспринимал серьезно потом случаясь пандемия и все те кто говорили что вот ваш онлайн жопа жоп на все дела сами потом остались там потому что потому что мы магазины считай приносили 0 и мы начали раскачиваться онлайн всяческими методиками из-за пандемии мы скачали так что сами офигели насколько онлайн это круто тем более у меня есть уникальная у них учитай просто уникальная возможность это аудитория которая тебя любит доверяет а вы вкладывали что-нибудь в продвижении летик помимо твоего инстаграма мы раскачивали инстаграм летик когда работала реклама у блогеров раньше мы например окупали вот знаешь перкупим рекламу блогера два года назад мы могли отбить ее 1 к 40 но по типу на один рубль заработать 40 рублей один к двадцати один к десяти один 7 сейчас реклама блогеров не работает слова совсем ну то есть а что ты подразумеваешь пост с отметкой или столь истории с улицами с торис отметкой со свайпом там не слайд сейчас просто это крикам да да с линком вообще не работает то есть знаешь дай бог один к двум это прямо вообще круто я не знаю почему так стало но к сожалению рекламу болью люди устали по что когда инстаграм начинался он был весь такой искренний а сейчас ты листаешь как marketplace и тебе все что-то пытаются впарить дайджест это lamborghini urus да сколько такая стоила мы покупали сейчас 21 год это вообще замечательное время то сейчас тачки это инвестиции я ее купил за 22 700 сейчас на стоит 31 прошло полгода вам это для контента нужно такие яркие машины постоянно вы дарите машины дарите квартиры выкладываете посты с тачкой во всех позах для чего это нужно реальные люди на это реагируют прям посты во всех позах мы не выкладываем то есть я имею ввиду на фоне один раз на вручение было как бы больше не было то есть такого там у нас вручение это саду вручение у нас там допустим лере на вручение мы там стадион лужники закрывали ну то есть это как бы для контента понятное дело то есть но то есть мы не можем я проснулась такая с утра и такие спустилась вниз и лерчик вот твоя тачка поехали да как бы это неинтересно это то же самое что когда вот лера была беременна первый раз мы пол ребенка узнали о том что она беременна я узнал просто вот сайт тип то она пишет нас мальчик будет и сами от этого кайфуем потому что это на самом деле другие эмоции сколько вы уже разыграли квартир машин почему вы это делаете люди на это лучше всего реагируют что такое машины для русского человека почему это такое событие мы короче я перестал после 50 считать это наверно будет полгода назад то есть раньше я считал каждый месяц он перестал то есть это наверное сейчас 70 75 машин мы отдали вот за полтора года получается и все это примерно бмв все это серии все это примерно то есть там самое дешевое за все время было наверное типа миллион девятьсот а самая дорогая мы дарили по моему porsche он где-то шесть 500 это окупается у вас или это репутационная история когда репутационная когда окупается зависит от проекта а еще зависит дальше чего это типа как способ для людей не слиться и дойти что-то до конца когда у тебя есть мотивация завершить марафон за лучший результат эти смотри грубо говоря например я говорю вот главный приз тачка да и две недели проходит и кто-то такой без машины он бы не дошел до конца для человека там . за 4 миллиона как бы я хочу тачку они стараются да они мне фотографии же скидывают до после и эти фотографии до после помогают следующие марафоны потом продавать и квартиры вы разыгрывали квартира у нас 1 1 1 мы купили вот за 16 миллионов и у нас она в марафонах то вы это как розыгрыш оформляете как-то мы официально вручаем как розыгрыш да и платим в смысле как налоги и там 35 процентов налог то есть уже платили и налоги тоже выплатили по машинам нас такая история что мы с ними заключаем соглашение что если они на них ездят получается допустим одну машину там вручаем допустим сейчас там ноябре они должны до 30 апреля подать декларацию налоговую по машинам и вот если мы заключаем соглашение что если до 25 апреля не до машины пользуются сами ездят то мы там скажем так помогая сами обожаете роскошь lamborghini мне чтобы все было дорого богата не могу тинаешь так сказать или это для образа нет никакого образа нет это просто их мечта была как я говорю это было как мечта просто ну типа я очень хотела мне нравилось там я вообще эта машина я себе хотел мне нравится твоя честность нет я честно говорю что я безумно сильно хотел эту машину ну то есть такого типа что образ что у нас там роскошная жизнь такого нету просто хотел себе именно многие же блогеры берут в аренду вот такие там lamborghini специально чтобы я таких не знаю мне кажется сейчас каждый блогер может купить себе пойти такую машину нефига себе я с тобой не согласен мне кажется многие берут в аренду фоткаются и вот делать себе красивые цыгане такие я таких не знаю кто так делает еще знаешь вот типа остались такие старенькие профили когда инвестор крипта ел телеграм-канал заходи сюда и там вот фотографии где он сидит там на ламбе все так далее так далее вот это не про не про то же самое не про успешный успех и у нас же на самом деле есть бизнес как бы ну как бы вот он физический косметический поэтому уже знаешь я даже не могу сказать что это прям нам на руку как-то играет на некоторые наоборот ах вот вы сколько на своей косметике грубо говоря зарабатываете а я честно буду дать только зарабатывать потому что делаю качественно я показываю то что мы налоги платим то есть нас вот там за этот год будет наверно миллионов семьсот восемьсот налогов то есть допустим этом бывает чем там там скрин и часто да я выкладываю да там бывают подписчики там пишут того я вот работаю там ну грубо этом деньги из бюджета получая вот и почему тебе так мало так много в этом такие ничего не делаете я укладу скрин говорю ребят вот в год там прошлый год у нас там 450 или 500 миллионов было в этом 800 это говорю вот из этих денег ваша зарплата частично берутся дайджест какая у тебя команда я артем понятно там дети а если говорить вот и команда то это наша гоша камаев фотограф мы с ним давно уже сотрудничаем очень плодотворно смертный такой тандем эльвира янковская то стилист мы с ним год работаем я очень долго искала своего стилиста она ответственно за какие-нибудь интересные образы там что-то прикольное то есть если раньше я брала платье там в аренду то теперь мы заморачиваемся настолько что мы шьем каждый раз платье чтобы это было не как у всех потом нас есть две замечательные девушки амина с лерой в общении организаторы свадеб но так получилось что помимо свадеб они еще круто организовывают мне съемки целая команда профессионал работаем еще над какими-то сложными съемками если там знаешь ну как бы не знаю там встать двумя листиками закрыться это я сама могу а если что-то такое масштабно организовать то команда конечно всегда помогает потом с тобой всегда ходит на мероприятие и только когда я прошу его на какие-то на мероприятиях вообще не фотографируешь почему ночью на мероприятие только если свадьба какая-то я прошу гошу там нас сфоткать а если это чисто такой контент life то я это в story составляю про какой-то там светские какие-то мероприятия нет нет я их не очень люблю почему не знаю не люблю я это ходить там вот этого все смотрят мне не очень люблю не мое я лучше наверное вечер семьей там проведу и либо с мужем ресторан схожу либо в кино либо там не за тренировку либо погуляют но чё там получается ты такая красишь так и собираешься 5 минут вышла сказала там какое-то интервью там в свод колечек . и все ну я не знаю может быть знаешь я неправильно делаю это наверно надо любить надо ходить чтобы больше публичности она везде зовут а что трафиком дашь да а что не только в инстаграме но мне не не очень нравится и вот кстати артему тоже не знаю мы как-то не лежит душа наверно просто говорят знаешь вот есть звезды как звезды вот там он звезда везде и в инстаграме звезда куда бы он ни пришел ты сейчас все-таки звезда инстаграма да как перескочить из этого ты не думала вот там кино может быть что пищу вот сейчас позвали на телеканал ведущий там быть я им понравилось вроде как несмотря на мою это наоборот цепляет ты научилась превращать свои какие-то недостатки свои плюсы конечно потому что они карты картами и говоришь так ну иногда очень вот я в интервью ты говорил что видма видма ты называешь витаминки витаминки и условно говоря какой-нибудь снобский редактор сайта vogue обязательно скажет что колхозница и столь яйца пусть возвращается с вами санчалеева машины делаю там да а тебе не хочется себе вот ну там ты же можешь с там любого логопеда нанять исправить это вот сделайте себя поможет подписчики бишь я говорю я буду телеведущая на одном канале буду вести там в программе добрый у добрый утром вернее еще программом стала и один просто подписчик пишет фазенту что ли смеялась не знаю могу над этим сама посмеяться хотел ли исправить знаешь я как раз так я хочу потом забываю прихожу домой забыла короче ты не не занималась самоедством а я умею правильно говорить буквары меня очень давно научил логопед но чтобы говорить ее правильно надо следить за собой очень внимательно я буду выглядеть вот так глупо так что и при желании я могу сказать правильно сколько по времени делаются вот такие кадры вот просто это что целый продакшен во первых как это будет снято да 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 на новый iphone да я короче захотел вообще подводные камеры это всегда супер поэтому блогеры кто смотрит берите на заметку подводные кадры набирают большое количество лайков я подумал о был бы классно в общем не свое платье белое такое было лучше было для другой фотки и артем должен был ко мне тянуться то есть я все это придумала всех напрягла артем вообще не мог мне не может мне сейчас отказать из-за моего положения бедный и в общем самое сложное было в том что в платье невозможно плыть а еще там океанское течение и она постоянно уносила я сначала кое-как доплыла течение относит назад я вот так платье взяла с собой артем власть вот так вот ты за ним то нет он меня вперед и меня просто как бегемот сначала туда доставили потом в общем я пыталась занырнуть они таки ли ручку спокойствия все получится но получится и все получается я раз опять нырнула больше говорю все больше не могу нырять вот все вот что получилось то получилось он флешку сразу в компьютер и там нет ни одного сфокусированного снимка а я там была в маске потому что я переживала что я ничего не вижу под водой все-таки расстроюсь я говорю да не переживайте мы значит сделаем лучше и мы на следующий день проделал все то же самое сделали второй раз я еще и была без маски мне кажется получилось еще даже круче самая затратная новогодняя съемка летик смета 3 и спой на миллион рублей по-моему было мы строили вот такой шар во весь рост мой я была как куколка там все вертелось крутилась надувалась там вообще там такое было и мы строили от этого 1 из поста 300 миллион рублей нет нет получается что из этого поста у меня вышло раз два три 4 4 фотки вот например вот я с жирафом фотографируясь этому жирафа тоже заказывали под нас вот это стоит стоила съемка чуть больше миллиона рублей а твои самые сложные вот который твои фоточки вот а вот это была сложная съемка это поднимался вертолет в небо с артемом потом отдельно это два разных кадра артем с вертолетом это отдельный кадр вот лестница она была на эвакуаторе как вот пожарная такая штука да вот которая она была там подвешена я получается на лестнице в платье который был подъемники поднимали а платье было сшито из парашюта это кристина вообще замечательный просто фан фотограф и я получается очень долго висела у меня были потом там мозоли на съемочной площадке было по-моему 16 то ли человек болталась вот окна этой или я вот так болталась а у меня здесь была знаешь страховка я была со страховки и потом в конце надо было сделать фотку что как будто я падаю и я в общем но и я на страховке держался я типа отпускала так руки как будто я лечу а может простое селфи больше чем такой кадр собрать лайков ну вот смотри на этом кадре миллион да и вот у меня есть селфи например с бабушкой с дедушкой она тоже там 800 тысяч рублей по фрейду 800 тысяч лайков собрать до чем больше денег потрачено тем больше лайков редкая закономерность но вот а если только постить простые кадры и так не заморачиваться как ты думаешь что не было бы такого роста то не было конечно то есть вот эти спецоперации вот эти большие заморочки они нужны суши но это мы уже начали делать когда были деньги то есть мы постоянно в принципе вкладываем деньги в бок и если вот артем никогда не скажет нет если скажу что мне нужно какое-то платье вообще никогда не скажешь нет тому что он знает что это деньги в блока это они просто потому что я хочу там себе напридумывала что-то спорт дайджест и тот самый мужик который запрещал выкладывать обнаженные фото в инстаграм давил своей моралью был модное слово абьюзером а потом сам это все монетизировать так и есть тот самый мужик который говорил либо я либо инстаграм в итоге инстаграм остался и стал блогер как вы живете у вас просто вся жизнь на показ ну как-то по-другому не умеем поначалу как-то было неудобно когда лера только это вела ты сказала что она там какой-то моя личная хочет там рассказать или затронуть но потом когда я стал сам вести блог понял эту отдачу от подписчиков мне тоже захотелось делиться и так получилось что так мы ведем всей семьей у нас такого потаенного там ну очень мало что осталось что мы не рассказываем это что-то связанное там с родителями с семьей вот такое отличное со всем а вот то что ты пустишь или то что тебе действительно хочется постить у тебя такой instagram идеальный папа ванильно позитивный да 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 ну скажем так ну да как а что мне как будто как будто ты стараешься казаться очень хорошим человеком мне и не стараюсь казаться хорошим человеком потому что как бы посты до пост так то есть раньше было модно посты писать и там есть и моей ленты полистать то есть там разные темы были то что я там не такой там супер хороший человек а сейчас же вся жизнь stories ну stories я там бывает тоже какой-то нехороший человек для всех же не реально быть хорошим не знаю вот у меня я недавно был на скажем так у нас там есть предприниматели у нас ними есть форум мы-то собираемся ну вот мы первый раз собрались в июне они говорят на там вот такое задание что вспомнить какое-то негативное событие что у вас там был последний год я не знаю я вот сидел ну ничего нет такого негативного то есть как-то ну реально без шуток твой первый бизнес какой был мы с лерчиком когда учились в университете вам по сколько лет было на четвертом курсе 21 21 год не было вот у нас там скажем так у семьи там был один бизнес небольшой и там был один родственник который там был директором и он что-то там проворовался ну мне там говорят что типа для своя семья вот вместо него будешь работать я прихожу то наверное человек 10-15 сотрудников было мне 21 год там самый молодой человек нам лет 40 было то есть такие все взрослые это как бы сейчас уже нормально к этому до руководителя тогда это еще было диковато немного но мол сынок пришел да вот и задолженность по зарплатам и ни одного клиента супер да то есть вот единственное что у меня было у меня была лицензия таможенного брокера по моему вот и я чего-то так поискал походил туда-сюда понял что в тот момент рынок был довольно таки такой серый то есть нельзя было так найти клиента который там не знаю там возит мебель и типу растаможить ему как мебель там взять за свои услуги там не знаю но это все очень серые дела такие садов ну то есть я-то был я-то думал что сейчас я найду клиентов там да я понял что такая белая тема это фрукты овощи я стал растамаживать фрукты овощи уже не помню как нашел первого клиента вообще не помню короче оказался новороссийские и я за три года но я наверно там под конец растамаживал наверное где-то 20 30 20 30 тысяч тонн фруктов в месяц то есть у меня было там 10-15 тысяч фур или контейнеров и это классный бизнес звучит звучит классно но на самом деле это был очень тяжелый бизнес потому что там но это же фрукты скоропорт тебя что-то там приехал каким там палеты завалились там что-то упало фитосанитарная служба который там кита пробы берут они там что-то раз там ходу жучок у тебя всю партию утилизирует ну вот такой постоянно каждый день что-то было такой вот и было тяжело и на самом деле было вообще все супер но потом 2015 году сбили самолет российский в турции или сирии уже не помню где-то на границе и россия на 10 дней вели запрет на выпуск ну как бы он такой неофициальный был когда был конфликт с турцией запретили вода резкий фрукты 25 ноября это было то ли 26 ноября 15 года и там на 10 дней запретили импорт всего турецкого то есть все что было просто стояла на границе то есть ладно там у одних ребят там может там одежда мебель была как бы она там полежала как бы ладно у меня были фрукты овощи и ты жестко попал тогда но еще и не мои то есть как бы ну клиентские да и вот это нам потом были всякие разборки это тяжело все было короче все что я бы заработал почти я почти все отдал единственное что я успел купить эту квартиру лерта дальше была беременная вот и у нас потом еще я был поручителем по банковской гарантии у меня еще были ну для метода это была огромная сумма у меня было по моему 15 или 17 миллионов рублей долгов бы когда все рухнуло это первое дело ну как бы еще не совсем конец был то есть было второе дело я взял ребят однокурсников то что у меня там получилось так что были объемы строительные там коммерческие помещения надо было ремонтировать и мы с ним начали делать то есть получается когда первый бизнес рухнул у меня какие-то деньги еще там были то есть я там сколько ты зарабатывал чтобы не хотя бы эти кредиты кредиты гасить и потом где-то нам проходит еще год эти ребята мне говорят что нам дальше не по пути вместе и тогда вот я остался вообще без всего то есть просто ноль что тогда тогда было лера тогда уже вела блог и она наверное тогда зарабатывала где-то не знаю там 150 200 тысяч рублей в месяц если люди там думают вау типы большие деньги чё жаловаться но как бы когда ты привык жить на другие суммы и еще у нас тогда была съемная квартира то что свою мы только купили она в бетоне была строилась то есть еще не было физически даже вот то есть денег мало оставалось да вот и дети еще маленькие как бы все дорого и мне как бы я рос всю жизнь в семье где отец обеспечивал то есть мама работала занималась детьми и здесь как бы лера начала вести инстаграм когда она начала естественно я сказал да мне там вообще типа без разницы она такая активная и было это ок что ты не будешь работать но она раньше вообще меня слушалась потом это закончилось и вот получается я остался без бизнеса и от заработок лере на инстаграм естественно для меня это тяжело то есть я привык что я сам зарабатывал а тут надо на супруге на деньги как бы жить реальность поменялась когда вот блок остался единственным источником дохода ну конечно поменялось я даже тогда ну не знаю наверное месяц полтора как так вообще не понимал что происходит как бы как я так вот все старался делал и без всего осталось я даже то пошел на работу работать а у тебя соцсетей вообще не было не очень ничего не не было даже правильный пацан без у тебя того у меня был телефон кнопочный до четвертого курса почему так да не знаю как то не нравилось ну не тянуло что да я пошел на работу я подумал что если я буду кому-то служить только родине в найм не пойду пошел на госслужбу он такой думаю все добьюсь там успеха туда-сюда короче вот как-то там через знакомых тоже устроился министерство строительства но центральный вот это вот и что-то мне там начала одну куду должности обещали в один департамент потом в итоге я оказался в каком департаменте в котором я не хотел быть что-то там с информационными технологиями связаны вот я там занимался тем что отвечал на обращение граждан дальше там начал работать мы понял что это вообще какая-то реальность которая точно не хочу да реально люди которые там за 50 70 тысяч рублей там 10 лет эти работают у них главная мотивация это получить субсидию на квартиру вот лично у меня такой парень там был который начальником в итоге там получил субсидию когда я уходил то есть вот они ради этого там трудятся хотя они ну но они реально квалифицированы у них там по-два высших образования как бы ну разбираются и для меня это вообще было все удивительно я понял что я там точно не хочу оставаться то что как год одно и то же каждый день лера тогда уже было бог я устроился в декабре семнадцатого года в восемнадцатом году от лерчик мы с лера вместе запустили этот фитнес-марафон первый поток в январе или феврале уже не помню 18 года там чуть-чуть заработали денег и потом вот в июле запустили косметику уже продажи я как только продажи открыли я пошел уволился сразу тот же день вот и человек который не стремился к блогинку ты как бы вынуждена к в это дело ввязался то есть нет такого что ты этим там горел как вот лера горела всегда этим я москва я могу честно ответить я завел инстаграм когда там деньги пошли я понял что надо тоже крыш подключаться то есть первоначально у меня был честно такой посыл мне прям это вообще безумно понравилось то что а просто я допустим хочу похудеть они пишут давай там красавчик ну такая поддержка знаете это чем-то лишним чем-то лично делишься там тоже как там поддерживаться чувствуют ну такой вот и имеет очень сильно помогло порт дайджест расскажи про тольятти что за город как часто там бываешь последний раз я там была так сколько полгода назад наверно мы купили бабушки с дедушкой квартиру это прям это прям то что я очень сильно хотела бываю редко как раз только по причине того что там находится могила папы и соответственно живут мамины родители других причин наведываться туда нету наверное но всегда не знаю с таким трепетом я же по улицам потому что все равно там детство все правило грусть не настигает от вида российской провинции нет грусти нету но возвращаться туда не хочется от соуса всем то есть ты думаешь что чтобы нашей стране добиться успеха надо обязательно переезжать в москву наверное это для расширения собственных грани и повышение уровня нормы да но сейчас онлайн можно вести бизнес из любой точки мира это наверное лично твое улучшить картинку уровень жизни рестораны квартиры другие цены которые тебя стимулируют зарабатывать еще больше это знаешь когда ты думаешь что ты уже богатый не знаю сходи всегда найдется более находится более богатый сходи не знаю там посмотри квартиры в центре сколько стоит за квадратный метр и приземлишь чуть-чуть пойми что ты еще не всего достиг в этой жизни вперед работать а твоя цель вот есть какая-то там но у нас и много целей есть цель на год на пять лет на десять лет мы с артёмом часто там вечерами или просто когда вы гуляем разговариваем о будущем это любим очень но вот цели наверно на ближайшее время если тебе рассказывать но родить ребенка потом еще одного мы хотим точно то есть четверо детей мы сейчас получается купили таун до строя до дел вы в нем ремонт но вообще мы купили участок в поселке нашей мечты и там утроем котлован надо построить дом я думаю это займет года два еще потом мочу любим машины и классные дорогие и наверное еще из целей пополнить гараж у нас гараж на сколько на 7 но то что это не разумное потребление лет сейчас вот весь мир прогрессивный говорит да надо потреблять разумно а мне кажется надо кайфовать это френдли быть чтобы все было биоразлагая я очень френдли я же куплю буду ездить и долго тебе хочется вот этого всего красивого еще вот чтобы было потому что знаешь часто говорят по-настоящему богатые люди там из списка forbes они не кичатся они такие тихие спокойные вот еще хочется накичиться да мы знаешь я это делаю не для того чтобы там показатели я круче мне просто нравится с собой действительно такой кайф и дома например что-то для меня дом дома даже не просто у меня самый офигенный дом в поселке за там один яр там все дела я как это представляю то что включается камин мы сидим там с мужем пьем вино дети там бегают у всех как не знаю там друзья приходят в гости родители в гости там тоже живут приезжают выходные то есть вот что для меня дом это я больше хочу купить не саму вещь а я хочу больше эмоции от этого и люблю технику вот представить состояние вот как я сижу с доме своей мечты рядом муж счастливые дети там может быть я еще беременна и самое классно потом оказаться в этом состоянии и к это сидишь такой думаешь это то что я загадывала как раз то самое состояние для меня это не просто вещи и потребительство для меня это удовольствие такая сложная штука вот партнерство это очень ответственная вообще вещи в бизнесе out вы все это так связали что это и ваша жизнь и ваш контент и ваш бизнес и все связано просто вот клубок который не разъединить я честно скажу я не знаю вторую такую по которой получается вести бизнес и при этом это 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 очень классно когда все когда все идет хорошо ну между вами есть какие-то договоренности бумажки какие-то ты что-то описывала не нет ничего не влюбленная дурочка нет у нас например там я даже не знаю на кого что записано на меня точно что-то записано это я знаю участок может быть может быть и нет это не . но моя тачка на меня записано я точно знаю но квартира наверно тоже мамины и не в курсах нет я не про цифры ты ничего не знаешь мне сказали нет я ничего не знаю но у меня все написал муж в сообщении и если что я готова на какие-нибудь сады ты полностью доверяешь мужа вообще тотальное доверие нет но смотря в углу вопросе бузовой дава все-таки ладно он не дава у нас как минимум уже есть дети уже двое страховка у тебя есть страховка есть да да наверное такое тотальное доверие у меня но то что касается вопросов денег инвестирования также как он мне доверяет вопросах креатив креатив баночки нет наклеечки нет но то что касательно там я это так хочу преподать он всегда соглашается всегда доверяет давай давай там как скажешь спорт дайджест сейчас такая актуальная тема тестирование косметики на животных что вы по этому поводу дома я могу здесь честно сказать ну во первых как мы не тестируем и все бренды которые говорят что не тестируют они как будто тоже по факту не тестируют но сами ингредиенты из которых она сделана и то есть были там изобретены там 50 100 лет назад там не знаю когда и конечно многие кто пишут что типа у нас не тестируется и они прям вот так максимально тычут этим там крути фри там в общем и такие все защитники все дела до их косметика не тестируется но чтобы ингредиенты большинство которых ты заказываешь сироп они уже давно все протестированы то есть это такая иллюзия да возьмем вот эту вот штучку и здесь ничего не тестировалось на животных на ингредиенты которые состоят из этого они когда-то давно там кем-то были протестированы да так так что это такое знаешь я могу тоже написать я никогда не буду это делать вот еще такой момент есть делается знаешь она мне на фокус-группе из моих девчонок на арте лами что-то тестируется вот короче у меня все такие кролики подопытные хорошо вывод эту кухню уже поняли что нужно сделать чтобы на животных не тестировалась вот как вам кажется в мире должно что вообще поменять я могу так ответить то что сейчас китай это один из крупнейших рынков и вот все эти компании которые кричат то что мы там туда-сюда если хочешь работать в китае то у них свое внутреннее законодательство то что там прям ты ну прямо твои средства берется тестируется на животных если так не сделаешь что ты не сможешь там работать в китае же продаемся нет мы продаемся не в китае мы продаемся в гонконге а где еще продаете за границей есть ввиду что у вас не мы работаем мы работаем на тимоле и на таобао но работаем как-то там через гонконг как-то там я уже не помню какое-то пространство создана ну короче да короче не напрямую в китай завозим а продаем через офис тимола в гонконге потому что если напрямую в китае надо вот все это тестировать мы продаемся в европе во всех странах вот лучше всего у нас получается на получается на восточной европе то есть от литва латвия там эстония польша у нас то раз язычных где да мы вот точно не все время путаю литва латвия там них есть сеть такая драга называется они дуглас вот и вот мы там стоим в сети местный там 25 магазинов и вот сейчас хотим по всей руби в эту сеть встать такая недавно мы стали онлайн в летуаль и в яблоке и в золотом яблоке а как там это происходит вы платите какой-то процент с продажей или там платите процент с продаже а за то чтобы стать что ты платиться нет бесплатно можно но нам бесплатно я незначе и я не знаю как там что процесс для нас не было даже такого разговора что что там заплатить я могу сказать очень интересованы в том чтобы мы встали дадут się выumbles дыку и я могу сказать там они что-то еще купят? Нет, просто если ты где-то стоишь в сети, это не значит, что, типа, удачу поймал за хвост. Ну, то есть у тебя там могут купить, могут не купить. Не, ну давай скажем честно, что у нас нету каких-то супер-мега продаж, вот что из-за того, что мы встали в какую-то сеть. А из-за чего бывают супер-мега продажи? Только когда мы что-то креативное придумаем сами и, соответственно, отправим весь трафик на сайт. Бесполезно надеяться на торговые центры, на сети, надо надеяться на себя. У нас сейчас была хорошая акция перед локдауном, это ликвидация. Да, ликвидация. Мы прям как за три месяца продали, за три дня. Помнишь, там все локдаун объявляли, опять торговые центры закрываются. И знаешь, что первым делом, чего делать я? Я такая думаю, так, надо успеть же. Я уже вот хотела зайти именно в торговый центр и не онлайн купить, а вот хотела пощупать. Я думаю, мне надо это сделать, а то скоро ликвидация. И я такая иду и думаю, блин, если я так думаю, значит, миллион других девочек думают также. И тем более скоро все закрывается. И я говорю, Артем, ты помнишь опыт сети, которая все закрывала своими глазами? Sunlight. Sunlight. Они же сколько лет вывезли на том, чтобы что-то ликвидировать, что-то закрывать. Я говорю, давай сделаем акцию, что типа ликвидация. И Артем говорит, круто, давай мы себе, ну, на наши островки тоже. Ну, продавцы денег заработают, все-таки у них процент. Да, и продавцы, получается, они же 10 процентов, 10 процентов девчонки получают. И мы говорим, у нас ликвидация и реально ликвидируется весь товар. То есть, чтоб ты понимал, у нас после были пустые полки. То есть, реально вот за день, например, все, что было на островке, все уходило. Мы опять со складу что-то еще, там некоторые позиции, то, что было на складе, добирали. И опять, короче, за три дня. Мы продали как за три месяца. Франчези были довольны. Девчонки-продавцы были удовольны, потому что они ушли на локдаун с деньгами. Ну и плюс мы тоже себе сыграли в плюс. Спорт дайджест. Кто для тебя Елена Блиновская? Подруга. Вот ее сейчас критики называют главной инфо-цыганкой России. Ну, наряду там с разными бизнес-молодость, Аяш Шабудинов. И тут сложный вопрос, потому что в целом идет большая трансформация образования. Оно становится онлайновым. Вузы и школы за этим не поспевают. Но тут появляются люди, которые там, да, учат английскому языку, учат чему-то еще. Это нормально. И появляются люди, которые учат курсом самореализации, вселенная мне отвечает. Вот это вот все попахивает разводом. Ну, ты так утрированно это называешь. Я лично проходила курсы и считаю, что это классная такая ступень развития, открытие каких-то границ. То есть я, видишь, такой человек, я в этой атмосфере кручусь, и у меня есть доверие к курсам. Я сама много прохожу, потому что и сама лично знакома с ребятами, которые делают классные продукты. Правда, что там сейчас просто супер деньги? Да, конечно, можно заработать хорошие деньги, потому что, по сути, ну, затрат не так много, да, ты один раз тратишь хорошо на продакшн. Но опять зависит от курса, да, кто-то может на вебку записать просто, а кто-то там, не знаю, потратит 5 миллионов на запись курсов. Например, мы много потратили на запись наших курсов и постоянно их редактируем. Ты отзывы читаешь про ваши курсы? Мне вот собрали несколько вот плохих отзывов. Говорят, Верчик вообще в них не принимает участие, только голосовые свои шлет. И ты говоришь про фитнес-марафон? Да, наверное. Ну, да, я шлю голосовые сообщения. Нет, я имею в виду, вот насколько твой курс все-таки твой? Или это все команда профессионалов? То есть, ну, люди покупают, наверное, хотят, чтобы там была именно ты. Там и есть именно я. То есть, это для тех, кто хочет купить, в том числе и пройти марафон с моим включением, с моей, так скажем, энергией. То есть, все тренировки записаны мной. То есть, на видео всех я. Я не кто-то там, не девочка, мальчик, да, которые за меня тренируются, на них я. Все рецепты составляет мой нутрициолог, который сначала просто вел мое питание. Это те рецепты, которые они видят в моих сториз, они есть. И там же на этом марафоне у нас есть сексолог, с которым я работала. Психолог – это моя подруга, которая записывает медитации. То есть, это вот марафон, который, наверное, как была моя жизнь, да, такой Леры. И начались люди спрашивать, а как вот выглядеть так же? А я сказала, ну вот, пожалуйста, есть продукт, есть марафон, покупай у тебя тренировки. То есть, за цену в 2690 рублей, во-первых, ты получаешь косметику стоимостью 2000 рублей. И за 690 рублей у тебя, считай, и личный тренер, и личный нутрициолог, все по граммам расписано. И мотивация от меня в телеграм-канале. А еще доставка косметики бесплатная по России, Казахстану, Беларуси. Ну хорошо, вот пишут. Просто давай так, я читаю отзывы, твоя реакция. Давай. Чтобы ты не оправилась тут за что-то, чего нет. Люди в интернете пишут многое. Вот вам курс «Как стать миллионером за счет лохов». Всего за месяц в общем чате было 3500 примерно человек. Считаем, итого за месяц почти 14 миллионов рублей. Как минимум, если брать самый дешевый тариф. За счет лохов? Это про денежный марафон. Ну, хорошо, это мнение человека. У нас курс помог многим ребятам создать дело с нуля. Те, знаешь, вот кто хочет, тот всегда для себя информацию возьмет. А те, кто ждет волшебной таблетки, вот которую вот купил, и вот так, это не работает. Надо выполнять домашнее задание, надо выполнять, прослушивать все, что мы говорим, все, что делаем по шагам. То есть работать в группе, там, в команде, в паре. Есть куратор, он все проверяет, дает тебе обратную связь. Если тебе сказали, ну, переделай. Если ты не переделал, потом пишешь комментарии, ну, окей. Пишут, что у вас агрессивные кураторы, спросить ничего нельзя. Удаляют из чата, если начинаешь критиковать, всех заставляют писать позитивные отзывы каждый день. Я не, ты честно, вот, если ты как-то хочешь меня задеть, Не, я просто читаю отзывы. Потому что, ну, хорошо, это мнение человека. Не хочешь, не проходи. Мы никогда никого не заставляем. Ну, кто захочет найти какашку, да, он всегда это сделает. Таков человек. Критика. Ты как к ней относишься? Я понимаю, что там... Я супер. Ну, вот, беременность. Угу. Человек меняется в это время, очень эмоциональный, скачет настроение. Это же трэш. Да. Ты читаешь? Тебе... Читаю. По-любому была, вот, хотя бы по началу, большая депрессия, сто процентов. Когда я только начинала вести блог, я вообще-то... Когда ты вот это все читаешь и рыдала? Я рыдала. Бывала вообще, брат, он говорил, бросай этот блог, зачем он тебе нужен. Потом я уже такой стальной стала леди, ни на что не реагирую. Но знаешь, когда есть какая-то конструктивная критика, я всегда ее воспринимаю. Например, мне пишут, Лер, извините, но у вас там спрей плохо пшикает, да, там, не могу его распшикать. Если они не пишут, я не говорю, слышь, ты какая-то, тебе что-то тебе не нравится. Я сразу отправляю на производство, говорю, проверьте, пожалуйста, партию, что с ней там не так, не так. Они говорят там, да, был косяк, партию уже изъяли. Я говорю, девушке подарок, извинитесь, пожалуйста, что так произошло. Мы всегда работаем с возражениями, это, наоборот, очень круто, это делает нас лучше. А когда пишут всякие гадости необоснованные, ну, это уже, знаете, такое. Вообще, хейтер это самый лучший преданный фанат. Да, он настолько тебя любит, они вот настолько следят за тобой, они живут, они дышат просто тобой. И вот я всегда думаю, надо же, насколько я занимаю их пространство, вот их мозг. Он постоянно думает обо мне, они там комментируют, везде пишут. Не страшно быть такой публичной? Есть у тебя охранник? Артем у меня охранник. Артем охранник. Да. Нет, у меня нет охраны. Обратной стороны публичности что это? Знаешь, чуть-чуть фузы все время ни разу никто с плохой там мыслью, с посылами ни разу не подошел. Все всегда только, ой, Валерия может с вами сфотографироваться, можно там с вами. Часто вот девчонки подходят, они уж бедные, все переживают, там их дрожат, даже там не могут разблокировать телефон. Вот всегда только с хорошим. Хейтера в жизни ты своего никогда не видела? Нет, ни разу, нет, ни разу не видела. Все боятся, да? Да, то есть вот такого не было. Один раз я испугалась, у меня очень броская машина, очень броского цвета. Я припарковалась около Фимова, я подхожу, чтобы положить покупки в багажник. Вот так делаю, мне кто-то за руку хватает. Вот тут я испугалась. Но девушка была просто настолько эмоционально удивлена, что это я, что она схватила меня, чтобы лишь бы я не ушла, чтобы я с ней сфотографировалась. Ну давай напоследок скажи что-нибудь для девчонок, кто тоже хочет, так же как Лерчик, вот так же, чтобы все у меня было, что делать? Что делать? Быть собой, быть настоящими, быть искренними и, наверное, всей душой болеть за какое-то дело, какой-то проект. То есть у меня все получается только потому, что мне нравится. И несмотря на то, что я вкладываю энергию, она мне потом приходит оттуда, только тогда, наверное, все получается и получается достигать каких-то высот, в том числе и финансовых, если мы уж говорим об этом. Клифовать, получать удовольствие. Ты считаешь, тебе повезло? Ну, доли везения, наверное, тоже есть, потому что я вовремя успела запрыгнуть в этот инстаграм, скажем так. Так что доли везения тоже есть. Это работа все-таки, да? Люди же любят писать, что блогеры-то не работают. Нет, это работа. То есть это прям работа, особенно если ты хочешь делать это качественно, красиво. Поэтому это самая настоящая работа. И самое, знаешь, что прикольное, это работа 24 на 7. Я рекордсмен просто по блокам аккаунтов. До гавочки. Меня бочили, не знаю, раз в 8, наверное, или не помню. Очень много раз. Но бывало еще там типа разбочили, разбочат через минуту опять. Мне кажется, там все 20 наберется. Ну, для тебя же это как потерять бизнес целый, как вот у человека, там, я не знаю, говорят, отжали бизнес. Когда у тебя закрыли твой инстаграм-строенчик, у тебя, по сути, отжали бизнес. Ну, знаешь, слава богу, что сейчас у нас есть большое количество бизнесов. И, например, вот мы сейчас сделали эфир, сделали табак, и мы его вообще не рекламируем. Потому что, ну, во-первых, пропаганда курения, это запрещено, да? И он сам идет по себе и очень даже набирает обороты, популярность. Ну, ты же мать, какой-то бак. Слушай, знаешь, как я, вот я такой человек, если я люблю курить кальян, я же всегда подписчикам говорила, что я не идеальна, не смотрите на меня, я не пример никакой. Я со своими загонами, я кортавые курю кальян, я вообще могу по два скурить в день, могу по три. Я всем это говорила всегда, что у меня есть вредная привычка. Я говорю, я рожу в Майами, неважно там где. Я же сказала, что вот так я рожаю. И я такая просто из трех мунштуков сразу курю. Это была Лера Чихайна. Подписывайтесь на канал. Спасибо большое, Лера, спасибо тебе. Субтитры сделал DimaTorzok